Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Продолжаем разговор о работах в саду. Весна в самом разгаре, а точнее уже практически в ее завершении. Начался последний месяц весны. Да, май прекрасный период весны и все выезжают на дачу, конечно, в мае месяце, потому что в апреле, наверное, мало кто был, а уж май это точно. Практически Москва пустеет, все уезжают, кто на каникулы, кто на праздники, а кто и на постоянное место. Многие пенсионеры, неработающие люди, они уже выезжают на дачу на постоянное место жительства. И, конечно, май очень напряженный месяц и по работе, и по накалу страстей, скажем так, потому что и хочется и попраздновать, и отдохнуть. И чтобы ничего не забыть, наш совет, повторюсь снова, составьте список работ. Вот как вы идете в магазин, составляете перечень продуктов, допустим, или вещей, которые нужно купить, так и на даче. Прошли, посмотрели, сели, составили себе список работ, зато представьте потом, когда вы вечером уставшие, сядете на садовую скамейку или перед камином на даче, и с удовольствием будете вычеркивать пункты, и будете уже четко знать, что успели сделать, что еще нужно сделать. Так что не поленитесь, план работ будет вам как раз под спорьем. И еще хотелось обратить внимание наших дачников, конечно, май прекрасный, торжественный месяц, но он еще и непредсказуемый в плане погоды. Сегодня может быть жара 23 градуса, а на завтра уже 10 градусов, а там и похолодание, и резкие перепады температур дневных и ночных, поэтому будьте бдительны. И не торопитесь, в начале мая не торопитесь с посадкой рассады, с посевом многих теплолюбивых культур, подождите хотя бы до середины мая. Потому что потом многие жалеют о том, что поторопились, смотрю, сейчас покупают рассаду, берут, все везут, торопятся, спешат. Не спешите, никуда не денется сроки посадки, все успеете посадить, дайте земле прогреться. Поэтому сейчас совсем должны быть другие работы, вот у вас сад и подготовка, вдруг будет похолодание. Запаситесь и лутросилом, и пленкой, и рубероидом, картонными коробками, внимательно следите за погодой. Слушайте, что прогноз говорит, какой будет ночь, нет ли похолодания, нет ли заморозков. Особенно тот, кто живет на даче, они могут и костры дымовые зажигать, и вовремя укутать, спасти свои насаждения. Ну, так что давайте, будьте бдительны в мае месяце. Наталья Викторовна, мы уже говорили о том, какие первоначально работы нужно выполнить в мае на своем садовом и дачном участке, что мы делаем дальше? Давайте посмотрим на землянику. Ей тоже нужно уделить внимание, ведь наверняка у каждого на даче есть грядка, любимая всеми и детьми, и взрослыми земляники. Посмотрите на нее, пройдите, удалите сухие листья, потому что после зимы наверняка много сушняка, и может где-то растение погибли, удалите, прорыхлите, подкормите, посмотрите на свою землянику. И если вы хотите, допустим, новую плантацию заложить, то середина мая самое время для того, чтобы купить новые сорта, допустим, земляники или гибриды, и заложить новую плантацию, которая уже на следующий год будет давать вам хороший урожай. С земляникой разобрались, все разложили, расставили по полочкам. Что делаем с малиной? Это всеми любимый плодовый кустарник, который, конечно же, растет у каждого на даче. Конечно, наверняка малинники есть тоже на всех участках. Вот посмотрите на малину, наверняка вы ее осенью подрезали, готовили к длительной зиме, но когда приезжаешь на дачу и видишь малину, где-то 40-50% ее после зимы отмерзает. Поэтому обязательно все, что сухие ветки, сухие побеги, все, пожалуйста, вырежите, прям до основания. А что будет, если их оставить и не вырезать? Ну, конечно, с них ничего хорошего не будет, они просто будут мешать новым побегам, они будут стоять в таком неприглядном виде, поэтому их нужно вырезать до основания, а живые побеги где-то отрезать, обрезать до высоты 1 метр. И еще желательно прорыхлить, конечно, потому что мы как бы за малину не очень переживаем с вами. Ну, она себе, мы все прополули, она растет и растет, и ничего с ней страшного не происходит. Потом она так, потом зарастает летом, что даже в нее и трудно будет попасть в этот малине. Поэтому для того, чтобы вам в дальнейшем и легче было работать в малине, и ягоду собирать удобнее, и чтобы ветки вашей побеги под тяжестью ягод не ложились, не наклонялись, возьмите, натяните шпагат. Вы этим самым поддержите и побеги малины, и сделаете себе такие небольшие проходы, для того, чтобы было удобно проходить. Другой раз посмотришь на малинку, как можно туда попасть, как вы идете, ломаете новые побеги молодые, а шпагат вам поможет, да, вот, если вы шпагатом отвяжете вот эти ряды, и очень удобно будет ухаживать за малиной, ходить, пропалывать ее и собирать ягоды. Поэтому обязательно нужно прорыхлить почву под малиной, подвязать ее. И вот сейчас дайте малине хороший толчок. Обрезать засохшие побеги. Да, да. И обвязать ее шпагатом, отделить ряд от ряда. Вот это основные работы на малине. Но ведь это ведь все способствует тому, что урожай только будет увеличиваться, а не уменьшаться. Ну, конечно. Как раз-таки старые побеги будут этому всему не мешать. Не мешать, а новые будут расти, они будут получать хорошую подкормку, и как любой костник. То есть ваш любимый сорт вырождаться не будет? Не будет, конечно. Вы его будете только омолаживать, и он будет дальше у вас плодоносить. Но это касается не только малиной, земляники, это практически всех посадок декоративно-кустовых и плодовых деревьев тоже. Наталья Викторовна, мы хоть и говорили о правильном выборе плодово-ягодных кустарников, деревьев. Все-таки хочется еще раз обратить внимание, на что должен смотреть покупатель при выборе саженца. Когда вы выбираете саженец, вот я хочу сказать, что весной можно сажать с открытой корневой системы. И деревья плодовые, и плодово-ягодные кустарники. Летом вы уже этого не сделаете. Там летом, если пересадка, то только с большим комом земли или с закрытой корневой системой. А сейчас, пожалуйста, вот середина мая, успейте, если вы планировали посадку новых и яблонь, и груш, сливы, вишни, то сейчас самое время можете покупать смело с открытой корневой системы и сажать. Смотрите, чтобы корни у вас были не поврежденные, не коричневые, сухие. Чтобы хорошо была развита крона, я имею в виду, чтобы были не сухие ветки, набухшие почки. Тогда это говорит о том, что растение живое. В первую очередь обращайте на это. И, конечно, на те растения, которые у вас растут уже в саду, тоже пройдите, посмотрите. В апреле трудно было определить, какие ветки подсохли, вымерзли. А сейчас, когда уже почки на деревьях набухли, очень четко видно, где у вас мертвые ветки, где у вас что-то подмерзло. Поэтому ветки, которые сухие, вырезайте секатором. А где частично повреждены, обрезайте ее до первой живой почки. И, конечно, яблоням, грушам, сливам нужно, чтобы вы хорошенько пропололи приствольный круг. Хорошо его прорыхлили, чтобы был доступ к хорошей корням. И обязательно подкормили. Потому что они готовятся скоро к цветению. И какое будет цветение, пышное, массовое, зависит от того, как вы их подкормите. А кормить деревья плодовые можно мочевиной. И очень легко рассчитать, какое количество нужно мочевины. Самая элементарная наша тара – это спичечный коробок. И если у вас деревьям до 10 лет, нужно один спичечный коробок мочевины на метр квадратный. Ничего сложного в этом нет. Порыхлили, подсыпали мочевину, зарыхлили снова ее почвой. И очень хорошо замульчировать приствольные круги деревьев, чтобы не испарялась влага. И мульчировать можно и торфом, и опилками, и хорошей садовой землей. Сейчас многие мульчируют декоративными такими веществами. Но вы знаете, есть декоративная щепа, очень разного цвета, красивая. Многие за счет этой щепы декорируют и грядки свои, и клумбы. А мне очень нравится, когда в приствольном круге деревьев плодовых растет настурция. Очень красивый цветок, но именно настурция не вьющаяся, а кустовая, которая растет высотой 30-40 сантиметров. Она цветет практически все лето. Корневая система у нее не глубокая, она не будет вашу яблоню как бы вынимать из нее питательные вещества из земли, не будет обеднять вашу яблоню. А зато вы будете поливать настурцию, и яблоня вашей тоже больше достанется и полива, и воды, и подкормки, и всего. И будет очень красиво смотреться вверху крона с ягодами, с плодами, а внизу цветущая настурция. Наталья Викторовна, многие весной обрабатывают свой садовый участок разными химическими препаратами, от вредителей, от болезней. Насколько приемлемо это, насколько это не вредит будущему урожаю, насколько это безопасность? Потому что мы все знаем, что у нас есть дети, они кушают ягоды в большом количестве, и зелень с грядки. То есть, все-таки, какими препаратами стоит пользоваться, а от каких лучше отказаться? Я знаю, что садоводы, когда едут весной на участок, запасаются по полной программе. Стараются купить все, чтобы у них было под рукой все средства химической защиты. И стараются, многие даже злоупотребляют этим. Химические средства защиты, конечно, дело серьезное. И в первую очередь, когда вы ими пользуетесь, нужно не пренебрегать мерами безопасности. Многие не одевают перчатки, не одевают какие-то халаты во время обработки химическими препаратами. Нельзя обрабатывать, когда, допустим, сильный ветер. Нельзя обрабатывать, когда растения цветут. Потому что во время цветения массово гибнут пчелы, и у вас растение цветет, а вы тут как тут со своими химическими препаратами. И все, цветок на зависть попадает, на зависть цветка попадает вот это химическое вещество, и оно в этом плоде у вас так и будет дальше оставаться. Понимаете? А потом мы этот плод едим. Поэтому я хочу предупредить, что если вы работаете с сильными химическими веществами, будьте добры, будьте осторожны. Предпринимайте меры предосторожности. И для того, чтобы у вас эти химикаты не попали ни на открытые части тела, потому что они раздражают и слизистую оболочку, вызывают нарушение дыхания. То есть, когда вы боретесь с вредителями, с болезнями, старайтесь не отравить сами себя. Поэтому во время сильного ветра, во время цветения ни в коем случае нельзя обрабатывать. Обойдитесь обычными биопрепаратами, простыми, доступными, не менее эффективными, но менее безопасными. А потом у вас широкий арсенал своих народных средств. Я всегда рада за то, что можно обработать и растения, и цветы, обработать настоями различными. Той же настоем хвои, если его запарить, или настоем чеснока, или луковая шелуха, или полынь, или одуванчик. И сейчас их будет, видимо, невидимо одуванчиков. И чем вам травить себя и природу, окружающую химическими какими-то препаратами, сделайте настои, обработайте. Да, эти настои, может быть, не так эффективно действуют, не так сильно, скажем, и не так долго. Поэтому просто их нужно проводить более часто. Но очень несложно все это сделать, зато вы убережете и себя от плохих последствий, и насекомых, которые полезны. Ведь их очень тоже много в саду, и они ваши помощники в борьбе с вредителями. А потом, не забывайте, что много способов простых и обычных, которые помогут вам. Допустим, со слизнями, да? Много слизней, которые там объедают, и ягоды. Пожалуйста, посыпьте под кустик древесную золу. Она их очень сильно раздражает, они этого очень не любят. Потом положите какие-то дощечки или какие-то тряпки. Они очень любят залезать днем туда под тряпку, под эту дощечку. Утром встали, открыли, собрали их, и все. Если у вас муравьи вредят, объедают завязи смородины, пожалуйста, положите тряпицу какую-то, которую вы намочили керосином. Запах керосина отпугнет вот этих муравьев. Потом поставьте, повесьте скворечник. У вас будут скворцы, у вас будут птицы, птенцы, которые будут уничтожать вот этих вредных насекомых. Потом очень легко, весной ранее, когда поднимаются вот эти все и майские жуки, и пилильщики, точильщики, различные жуки-вредители, они сидят на деревьях. Утром, рано утром встали, разложили под дерево пленку, тряханули немножечко это дерево. И все ваши вот эти жуки, которые утром еще ведут такой пассивный образ жизни, они еще плохо летают, не проснулись, вы их всех стряхнете на вот эту пленку и уничтожите. Посмотрите на деревья, нет ли вот этих коконов, сухих листьев. Там куколки-боярышницы. Но это же очень легко взять, собрать, сжечь. То есть все, что вы можете, помогайте своим растениям делать, а не спешите хватать быстренько химические средства защиты и обрабатывать ими, потому что там может быть обратный эффект. А так помогайте своим деревьям, помогайте своим кустам, и они будут вам благодарны хорошим урожаем. Спасибо, Наталья Викторовна. Я надеюсь, что наши советы помогут дачникам и садоводам. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания.